Четверг. Четвертый день с начала топительного сезона в Иванове. Представители городской администрации посетили с инспекционной поездкой ТЭЦ-2. В 2019 году на подготовку своих объектов к зиме только в Иванове филиал ПАО ТЭПлюс направил более полумиллиарда рублей. На данный момент оборудование ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, магистральные сети полностью готовы к работе. Из пускового периода энергетики плавно выходят на заданные параметры, на зимний режим. Со своей стороны мы выдаем все необходимые параметры. То, что называется вхождение в отопительный сезон, пусковой период. Здесь не надо предполагать, что мы что-то недодаем или что-то занижаем. Нет. Мы просто по мере подключения нагрузки, по мере подключения зданий, мы постепенно повышаем параметры. То есть постепенно выходя на зимний режим. То есть если сегодня мы говорим, что социальная сфера, жилой сектор в основном практически полностью подключен, то безусловно, что коммерческие организации в основном еще и не подключались. Нагрузка будет прирастать, нарастать и параметры будут в соответствии с этим повышаться. Отсутствие отопления в отдельных домах и квартирах жилого фонда на данном этапе зоны ответственности управляющих компаний. К ним и вопросы. Энергетики свою часть работы выполнили без сбоев. Процент подключенных потребителей мы оцениваем как близкий к 100%. Есть определенные сложности, связанные с недостатком штатов управляющих компаний, с аварийными ситуациями внутри домов. Поэтому они носят не массовый характер и управляющие компании пытаются сейчас эти вопросы решать. Но мы, естественно, держим это на контроле и работаем с ними. И если какая-то помощь нужна от наших муниципальных предприятий, мы, естественно, тоже окажем. В четверг пусковые работы по жилому фонду завершаются. Как показывает практика, именно там самое большое количество проблем и аварий. Следующий этап – подача тепла в коммерческие организации. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванов.